Бисмиллахиррухмяниррухим Иншаллах, в соизволении Всевышнего Аллаха продолжу то, что начал записывать около пяти лет назад касаемо вот этой темы, которую затронем сегодня а именно о хукме Муджессима и Му'тезиля Эту тему решил я продолжить по просьбе некоторых наших братьев то, что записывал в прошлых видео, это было общее такое разъяснение то, что приводил имам Ас-Суюты или Аз-Зеркаши, или Аль-Хайтами или Аль-Карафи и эти были такие небольшие разборы то есть некоторых цитат, которым аргументируют якобы на Иджма' в такфире Муджессима и Му'тезиля поэтому эти видео, они были общими с сегодняшнего дня намерение есть такое пусть Всевышний Аллах в этом деле благом поможет начнем структурированно, по полочкам аккуратно, последовательно разбирать эти темы так как есть люди, определенные которые манипулируют текстами от ученых заявляют, что есть Иджма' в этом вопросе и выдают определенные цитаты, как за Иджма' также искажают, помимо этого помимо вот этого, также они искажают и неправильно переводят тексты и даже что еще хуже этого еще что хуже этого, они иногда не до конца даже текст переводят допустим, Ибн Хаджар Аль-Хайтами берут его книга Аль-Фатава Аль-Хадисия и там примерно есть определенные слова и это не до конца переводят а только ту часть, которая внешне подтверждает их умозаключение, этих токферистов делая тем самым тадлис, подлог и это наше вот в купе, если взять и те прошлогодние видео, которые около пяти лет назад записывал это наше пятое видео пятое видео по разъяснению методов токферистов и их хитрых уловок в последнем видео, по-моему в прошлом году я его снимал на эту тему рассказывал о двух крайностях то есть среди ашаритов кто себя именует ашаритами и к чему приводит их подобные отношения дальше, иншаллах, мы начиная вот с этого дня будем поэтапно разъяснять темы первое, что мы будем разъяснять есть ли иджма' акуфри му'атазилита и муджасима затем будем разъяснять принцип лязимуль мадхаб лейсаби мадхаб и детализация по этому вопросу то есть есть лязимуль бэйин и хуфи каждый из этого, иншаллах, пунктов будем со слов ученых разбирать также будем разбирать джаглубис сифат всегда ли это означает джаглубил мавсуфат то есть когда есть у человека какое-то невежество или до конца он что-то не знает относительно с сифатов то всегда ли это значит что он о Господе не знает то есть уже кто его Господь далее разъяснение хиляфа от ученых приведем очень много цитат и как они сами это разъясняют то есть в этом вопросе в основном му'атамат будем проводить шафаистского мадхаба так как фетвы выносятся у нас на территориях то есть Дагестана, Чечни, Ингушетии то есть на территориях Кавказа в основном по шафаистскому мадхабу следует этому мадхабу поэтому упор будем делать в основном на этот мадхаб ученых этого мадхаба также приведем предостережение ученых Агалю Сунна от необоснованного такфира и там где есть хиляф в куфре чтобы предпочитали даже слабые мнения но которые в рамках Агалю Сунны также ответим на хитрые уловки умозаключения этих такфиристов которым они аргументируют то есть иногда бывает такое при беседе с этими такфиристами когда нету цитат от ученых Агалю Сунна когда у них или же им предоставляют эти цитаты они не отвечают словами ученых они просто делают свои умозаключения и как бы делают или зам тебе подобными умозаключениями и бывают некоторые братья, которые не знают эти принципы как то что мы перечислили тут вот эти пункты как эти принципы работают или что такое и так далее человек когда это не знает он как бы в тупик попадает не может ответить вот на эти хитрые уловки все что есть иншаллах мы это соберем и поэтапно на каждую вещь иншаллах будем отвечать со слов ученых Агалю Сунна но как мы это сказали в начале это одним видео не ограничится то есть это будет серия такая передач в которых мы будем разъяснять поэтапно каждый из этих пунктов которые мы перечислили также от некоторых можно услышать они вопрошают говорят зачем нам углубляться как вот эти противоречащие то есть Му'атазеля и так далее которые противоречащие Агалю Суна Муджесима как они именно верят зачем нам это нужно делать нам нечего что ли они же такие слова говорят которые куфр означает поэтому нужно их такфир то есть как бы намек дают зачем нам в это углубляться и так далее нам достаточно же что они вот такие такие слова сказали вот ты куфр видишь все да за такфир и все то есть это подход это это вообще неправильный подход так из ученых Агалю Сунна так не говорит никто это неправильно нужно человеку иметь правильный тасавур тасавур в голове представления касаемо убеждений тех людей тех групп если человек хочет узнать хукму шараи касаемо каких-то людей у него должен быть вообще правильный тасавур насчет тех убеждений как именно они верят те люди когда они говорят определенные описания слова в отношении Всевышнего Аллаха потому что там может быть может быть тауэль и так далее есть даже отдельные главы даже книги ученых Агалю Сунна которые писали Икфару мутаауэлин обвинения в неверии тех которые тауэль делали не из-за того что они считали что-то ложным или хотели опорочить религию или хотели унизить там и так далее как Зиндика например нет они такими не были поэтому это важно учитывать почему это важно знать то есть то что мы перечислили до этого вот эти пункты тем кто в теме этих разговоров потому что определенные люди спекулируя то есть вот эти такфиристы спекулируя этими темами они выносят массовые такфиры целым джамаатам которые эти джамааты им не угодили а проверили их за уши притянутые доводы и джамаи вот этим людям вносят такфиры не совершаются намазы и так далее за этими людьми свои какие-то отдельные там маленькие группы создают и тут намазы только делают за теми кого они проверили как в ранние времена хавориджи они экзаменацию проводили вот так пока не проэкзаминировали есть некоторые такие люди не все из их числа тоже которые после экзаминации только совершают намаз и более того более того они распространят еще даже цепной такфир в хиляфных вопросах уже даже не просто такфиры муджессимов и му'тазили а выносят такфиры ахлю сунни которые не согласны с ними и это вот по цепочке идет то есть допустим как это возьмем допустим условный рамазан то есть этот человек не муджессим не му'тазили этот рамазан он проходил допустим книгу имама аль-Газали аль-Иктисаду фи л-Иртикад или же Айз-Зудин ибн Абдисалям аль-Кава'ид или же аль-Баджури его книга Тухфат и так далее его книги или Ас-Сауи или Хариду или аль-Ма'рифут фи баян акид и так далее вот эти книги то есть человек проходил о шаристской книге убежден то что там написано и он следуя этим книгам не выносит такфир отводит такфир от му'тазили от муджессима теперь эти такфиристы что делают они выносят такфир этому рамазану который из ахлю сун за то что он не затакфирил му'тазили и муджессима это то что мы вот как раз таки до этого то что в прошлом году снимал видео о двух крайностях вот там было это более подробно разъяснило то есть выносят такому человеку условному рамазану это для примера я привожу чтобы было понятно за то что он не выносит такфир им а потом дальше цепочка идет то есть потом уже какие-то определенные люди тоже из ахлю сун они подходит и такфиристы и говорят ты знаешь вот рамазан он вот так вот так вот если вы ему тоже такфир не вынесете за то что он вот так вот так говорит вы тоже являетесь кафиром и тут такая цепочка бывает то есть муджасимы и в которых хиляф есть некоторые ученые им выносили такфир некоторые не выносили если бы они вынесли бы им такфир проблем нет то есть ученые которые выносили но затем идет цепочка уже ахлю сун и по цепочке еще другому и такой цепной такфир бывает по цепочке которая идет то есть они занимаются такими вещами тоже эти такфиристы иншаллах теперь мы приступим к первой теме есть ли Иджима и приведем все цитаты, которые смог найти на просторах русскоязычного и арабского сегмента, которые приводят они, эти такфиристы, якобы, как на Иджима в вопросе такфирова Муджасима и Му'тазеля. И будем, иншаллах, вдоль, поперек эти цитаты разбирать. И перед тем, как разобрать вот эти цитаты, то есть реально ли там про Иджима говорится или нет, перед тем, как разобрать, на самом ли деле это указывает на Иджима, мы приведем из книг Агалю Сунны, что такое Иджима, то есть какие широты Иджима, что это такое, определение Иджима. Потому что, чтобы определить, есть ли Иджима в том или ином вопросе, мы должны знать определение, что такое Иджима и условие, чтобы оно считалось действительным. А также должны разобрать, даже если теоретически есть в каком-то вопросе Иджима, то отрицание этой Иджимы всегда ли является куфром? Или там есть определенная детализация? А после всего этого приведем детальный разбор этих цитат, которые якобы приведены как Иджима. И как эти такферисты свои уловки и умозаключения используют отношение этих цитат, выдавая желаемое за действительность. То есть, допустим, человек приходит и заявляет, говорит, вот Абдул-Кахир Аль-Багдади или Абу-Мансур Аль-Багдади он сказал об Иджима о куфре Му'тазиле Мужасима. То есть, допустим, человек приходит, вот так говорит. Вот, чтобы определить это Иджима, человек же должен знать, что такое Иджима, что сказали ученые. Поэтому будет задаваться вопросом, что это за Иджима? Кто привел это Иджима? Какие шуруты Иджима? Определение Иджима из книги Аглю Сунна. То есть, эти вопросы поэтапно будем разбирать, чтобы человек, у него был определенный фильтр, через который он может эти цитаты пропустить и получить для себя желаемые ответы. И говоря просто даже об этой одной теме, об Иджима, у нас уже уйдет несколько, может быть, записей. Потому что там будем мы разбирать пункты первые. Какие условия должны быть, чтобы состоялся Иджима? Из книг Аглю Сунна будем приводить. И даже в этом, который есть между ними хиляфы. То есть, допустим, некоторые из ученых Аглю Сунны приводят мнение, что только Иджима сухабов считается. Другие говорят, нет, в каждом веке может быть Иджима. Каждый из этих разборок будем приводить. Второй пункт. Кто передал это Иджима? То есть, допустим, человек приходит к тебе и говорит, в этом вопросе есть Иджима. Вопрос ему, кто передал это Иджима? От каких мучтахидов это передано? Где, в каких местах высказались эти мучтахиды? Это от них передает кто-то? Или они в книгах высказались? Или их ученики передали? И так далее. Затем, каким путем это Иджима дошло до нас? Да, вот этот вопрос тоже есть. Вот Иджима, допустим, состоялся, а каким путем это Иджима дошел? Это дошло путем Таватура или как Машхур известный или как Хабар Ахад. Потому что это прямое будет иметь значение, если человек отрицает Иджима, какой хокум будет в отношении его. Именно это является тоже одним из решающих факторов. Каким путем, даже если остался Иджима, до этих ученых, которые приводят это Иджима от мучтахидов, каким путем это Иджима дошло? Какой вид этого Иджима? которого заявляет это то есть одним словом это тоже важный фактор в определении Иджима и также хокум отношения относительно тех, кто будет отрицать. То есть это предположительные однозначные Иджима и так далее. Затем если есть какой-то Иджима это тоже определяющий фактор. Затем шестое если даже в каком-то вопросе теоретически возьмем есть Иджима тогда что говорят ученые о хокуме тех кто противоречит этому Иджима? Они являются кафирами фасиками или ошибающимися но без обвинения в такфире и таксике. седьмое какого хокум тех людей то есть в книгах Ахлю что написано какого хокум тех людей кто не выносит такфир му'тазелитам и муджасимам это такой же хокум как тех которые не такфирят Ахлюль китаб и мушриков или останавливаются их такфири то есть мы знаем однозначно что приводится в отношении таких людей то есть это приводит в книге Шифа и имам и другие относят мушриков ахлю китаб и так далее кто даже делает остановка в их такфире не говоря уже чтобы не такфирить там даже просто остановку делает этот человек становится кафиром биль ижма вот кто не такфирит му'тазелитам муджасимам их хуком такой же или нет что говорят ученые четырех мадхабов правовых школ что они говорят об этом вот после разбора каждого из этих пунктов мы приведем все цитаты которые приводят такфиристы якобы на ижма и проведем эти цитаты по этим пунктам которым мы разъясним со слов ученых Ахлю Сун наглядно покажем хоть малой такой критики выдержат ли то есть вот такой научной критики выдержат эти цитаты или нет которые приводят якобы как ижма а затем приведем очень много иншааллах очень много цитат от самых авторитетных ученых четырех мадхабов об отводе такфира такфира и разногласий такфир об отводе где мы найдем каждом из школ ученых и даже шафиист мадхабе муатамат что отвода такфира будем в частности опираться на шафиист мадхаб будем большой упор делать на муатамат основополагающее мнение и разъясним что такое муатамат как оно выводится в шафиист мадхабе опять-таки со слов ученых шафиист мадхаба чтобы каждый знал что это такое чтобы он не попадался на эти уловки чтобы он не был не следующим в этих вопросах кто хочет для себя знать эти вопросы и резюмируя все это подведем иншаллах итог вот что дает нам это знание даже не говоря уже в начале самое которое в видео сказали будем что разбирать вопрос лазиму мадхаб и так далее и так далее даже вот эти вопросы не затрагивая просто один вопрос иджма и определение которые вот эти 7 пунктов которые мы провели вот что это знание будет давать после всего этого разъяснения при диалоге с подобными людьми которые такферистами человек сможет выстроить четкую аргументацию когда будет говорить об иджма когда будет апеллировать кто-то иджма то есть он сможет спросить какой иджма кто это привел это каким путем до нас дошло условий иджма соответственно какие мучитахили об этом сказали и вот по пунктам полностью проводить их слова чтобы человек точно знал есть ли иджма или нет это только в одном вопросе такой большой файда человек получит не говоря уже разбор вот так же каждый по пунктам будем каждый из этих вопросов разбирать и про лязьму мазхаб и про джахлю биссифат и про хиляф ученых иншаллах каждый потихоньку будем это разбирать пусть ушла поможет в этом начинании и про хамду хамду лиллах раб лаламин